Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло утром 7 ноября у деревни Галчаново. Ориентировочно в 10.10. По словам очевидцев, хендай-кроссовер тёмно-синего цвета, за рулём которого находился молодой человек, двигался из Кохмы в Кострому. Проезжая населённый пункт на участке дороги, где по правилам нужно снижать скорость до 60 километров, он явно шёл с превышением, к тому же на летней резине, и на повороте его снесло немного влево. Со своей полосы на полосу встречного движения, по которой в это время двигался «Ниссан-Дизель» бетономешалком, правда, без бетона. Удар был такой силы, что пятитонный грузовик опрокинулся. Водитель кроссовера с открытыми переломами ног был доставлен в Ивановскую клиническую больницу. К приезду нашей съёмочной группы на место ДТП машину пострадавшего уже увёз эвакуатор. 40-летний водитель грузовика «Ниссан-Дизель», который половину жизни провёл за баранкой, всё ещё находился в состоянии шока. Прокомментировал случившийся владелец миксера, который обвиняет в аварии водителя кроссовера. «На встречку машина вылетела. Большой скоростный центр 90. Сзади машина с видеорегистратором, и она улетела тоже, чтобы не попасть. То есть, там заснято всё. Здесь машина праворукая, поэтому водитель пристёгнул. Обошло здесь». По словам владельца грузовика, «Ниссан-Дизель» не подлежит восстановлению. У него разбитая кабина, рама, порван двигатель. Чтобы поднять машину на эвакуатор, потребовалось немало времени, что вызвало достаточно большое скопление автомобилей на трассе. Продолжение следует...